Другим темам. В первой детской больнице Новосибирска развивают нейрохирургическое направление. Ежегодно врачи выполняют около двух сотен операций, лечат вырожденные болезни и травмы. Чтобы увеличить мощность, необходимо новое оборудование, говорят медики. Еще одна мечта докторов – увеличение площадей больницы. О перспективах педиатрической помощи в Левобережье – сюжет Екатерины Стывко. Не заставить комфортно слои, потому что возможности нет. Главный врач показывает палаты. Чистые, светлые, правда тесные. Практически в каждой стоят по восемь коек. Екатерина Анашкина находится в больнице вместе с пятимесячным сыном. Рассказывает, малыш неудачно перевернулся и получил травму головы. Лечением женщина довольна, а вот условиями проживания нет. Кровати много, душно очень. Ну и соответственно, что дети, тяжеловато с этим. Этому корпусу детской больницы номер один практически 70 лет. Когда его строили, явно не рассчитывали на современный поток пациентов. Сейчас сюда привозят детей почти со всего города. Здесь и хирургия, и лечение разных травм. Где-то в четыре раза уменьшены нормативы к существующим на пребывание ребенка на стационарной койке. Видимо, как-то произойдет реорганизация внутри больницы, что увеличит количество палат. Вариант увеличения площадей еще предстоит проработать экспертам. Пока больницу оснащают современной техникой. В этом году здесь начал работать новый аппарат МРТ. Каждый день с десяток обследований. На МРТ хорошо видно структуру головного мозга. Вот здесь продолговатый мозг, спинной мозг, мозжечок. Уникальность аппарата. Детям до шести лет процедуру можно проводить под наркозом. Анестезия необходима для спокойствия маленьких пациентов, поясняют медики. Ведь длительность МРТ 20 минут, а лежать нужно неподвижно. Качественные снимки помогают и нейрохирургам. Последние несколько лет мы активно развиваем направление нейрохирургии новорожденных. Это всевозможные врожденные пороки развития, которые требуют коррекции в ближайшие сутки после рождения детей. Для того, чтобы максимально повысить качество, оказываем помощь, необходимо дополнительное оснащение операционной нейрохирургии. Мечта врачей – специальный аппарат-нейронавигатор, чтобы проводить мешательство быстрее и использовать современные малоинвазивные техники. Сейчас медики оперируют по 200 детей в год. Собственно говоря, очень признательны коллективы этой больницы за такой уровень работы. Ну и наметились руководством учреждений Минздрава, что необходимо сейчас доукомплектовать для оборудования для нейрохирургических операций. Поэтому в этом плане и будем действовать. Екатерина Стывко, Евгений Агеев. Новости ОТС.